Так, здравствуйте, дорогая публика, я беседую с Алексеем Петровичем Терещуком, он экономист австрийской школы. И вот сегодня он захотел поговорить про определение, да, все зависит от определения, говорит один интернет-авторитет. Вот, так вот, значит, действительно, я вот экономику учил, я, так сказать, в Советском Союзе, называлась политэкономия, один из элементов марксизма-ленинизма, вот, а вот этот элемент марксизма-ленинизма, он к нам пришел от Карла Маркса. Карл Маркс что-то там позаимствовал из английской классической политэкономии, потом к нам. И вот переводили с немецкого в ту пору, когда люди не очень знали немецкий. Они вроде знали немецких, хандехох там, самые необходимые, короче говоря, да, вот. Вот, а так-то вот они, ну, придумали свои термины, и в результате как-то появились сложности со стыковкой. Там они, ну, короче говоря, вроде термины есть, какая разница, как назвать, абра-карабра, все, а у них это как-нибудь-то бутерброд, а у нас абра-кадабра, вот. Ну, неважно, вот, понимаем, соответственно, но, понимаете, этимология происходения слов, она совсем другая, и, наверное, это важно иметь значение. Я не очень в этом разбираюсь, в этимологии. Да, знаю только такой практический анекдот. Некоторые работы классиков марксизма-ленинизма, Маркса и Энгельса, чтобы не было разночтений, обратный перевод с русского языка делали на немецком, на немецкий, и вот этот вот вариант использовали в ГДР, чтобы уж у нас не было, так сказать, разногласий по этому вопросу, да? Ну, все, извините. Разночтений. Да, разночтений. Извините за длинное вступление. Слово моему гостю. Пожалуйста, Алексей Петрович. Да, приветствую. Ну, у меня примерно такое же было бы вступление, что действительно вот эти вот интерпретации и переводы – это просто темный, темнейший лес. Причем этимология слов, то есть их происхождение, оно не является аксиомой для содержания слов. Ничего страшного, если меняется смысл слов со временем. То есть происходит прогресс языка и какие-то изменения определений. А в этом еще нет ничего страшного пока еще. Гораздо хуже, когда мы не можем дать строгое определение. Именно тогда, именно в этом месте у нас происходит разночтение. Вообще, я слышал, что... Ну, есть такие даже фразы многих ученых по поводу того, что в конечном счете все споры сводятся к спорам и в определениях. И более того, я даже слышал такое мнение, что, в принципе, наука – это поиск более адекватных, валидных определений для описания происходящей действительности. По сути, наука этим занимается. Ищет более адекватные какие-то формулировки и описания. Это, конечно, важно, потому что формализация любой системы, она важна для передачи информации между людьми. Хотя, насколько я знаю, даже математика не является строго формальной дисциплиной. И даже в математике есть какие-то спорные моменты, какие-то пограничные вещи, о которых они там не могут договориться. Но если даже у них там проблемы, что уже говорить за остальные науки? А тем более за какие-то там гуманитарные дисциплины. Конечно, обычно мы понимаем, что есть какая-то теорема Гёделя о неполноте, что мы не можем все строго формализовать, дать строгое описание. Но мы обычно руководствуемся принципом достаточности. У нас есть какое-то описание, которое достаточно для того, чтобы достигать каких-то результатов. И оно, в принципе, более-менее нас удовлетворяет. Ну, по крайней мере, в естественных науках так. С гуманитарными науками гораздо все сложнее, потому что там есть много таких абстракций. Например, право, свобода, за которые, за определение которых дерутся и по сей день. Но если подходить к экономике, то, казалось бы, в экономике-то все должно быть более-менее понятно и формализовано. Там менее такие размытые понятия есть. На самом деле там есть тоже множество вещей, которые как бы формализованы, но проблема формализации, она просто на сегодняшний день не очень обсуждается. На самом деле она там тоже есть. Ее просто пытаются игнорировать. И вот я как раз хотел сегодня пару таких примеров привести и обсудить. За кадром вы упомянули Маркса. Действительно, у марксизма там свой язык. Они пытаются по-своему описать все эти понятия, в том числе право. Иногда их переводят очень специфически. Например, вот этот марксистский немецкий термин wert, стоимость. В русском языке переводят как стоимость, но он также имеет в немецком языке слово ценность. То есть это синонимы. А в русском языке многие советские авторы разделяли эти понятия. Ценность и стоимость. Вот так странно у них было. Но по понятным причинам. Там есть мотивы определенные. Они хотели отделить субъективную ценность человека, которую Маркс тоже признавал, кстати, от марксистской стоимости, которую они хотели объективную стоимость обозначить. Здесь был немножко такой патерналистский жест. Попытка немножко черту обозначить. Но это все еще мелочи. По-прежнему мелочи. Есть более сложные вещи. Если мы почитаем классиков, в основном XIX век, там как раз много классики уделяют в своих работах времени именно для дачи адекватных определений. То есть, казалось бы, написал там Миль или Джеванс или Вальрас работу серьезную по какой-то научной теории. Но работа должна быть про теорию. А там открываешь какой-нибудь учебник, эту книгу, их монографию, там чуть ли не треть книги про определение, попытка дать определение. То есть, они как бы перед тем, когда описать свою теорию, оправдываются тем, что их аксиомы, основания содержат вот такие определения. Это много у австрийцев, у австрийских экономистов, у Менгера, в частности, Баверка. Они тратят очень много времени для описания, казалось бы, простых вещей. Ну, например, для описания производства. Вот что такое процесс производства? И есть разные попытки это объяснить. Кто-то говорит про создание благ, еще про что-то. И это очень важно дать определение производства, потому что мы можем его легко спутать с другим каким-то процессом непроизводственным. И у нас из-за этого будут разные описания моделей, теорем и так далее. В частности, есть понимание в экономике, что есть производство, а есть обмен. То есть это два разных процесса. Производство – это когда мы делаем какие-то манипуляции с материей и на выходе получаем продукт. А обмен – это когда у нас взаимоотношения людей друг с другом. Но на самом деле, как отличить эти процессы? Ведь человек, то есть оппонент, с которым вы общаетесь и хотите провести обмен, это тоже для вас является материей фактически. Какая-то материя ходит, бродит и просовывает вам руки с каким-то предметом. Вы с ним совершаете манипуляцию, и вот вам, пожалуйста, обмен. Хорошее определение у Бюмбаварка, австрийского экономиста. Он был министром финансов в Австрии и Венгрии. Он говорит о том, что производство – это способность перемещать материю в пространстве для достижения разнообразных результатов. Обычно после такого описания все классики приводят пример к традиционному производству. Молотком махать по гвоздю, получилась табуретка и так далее. Под это описание, к сожалению или к счастью, подходит тоже обмен. То есть мы можем включить сюда обмен, и у нас получится определение процесса производства очень широким. Почему это важно? Ну, казалось бы, производство, не производство – какая разница? Это важно, потому что мы используем такое понятие, как капитальные блага. И в его определении, в его описании есть ссылка на процесс производства. То есть если благо участвует в процессе производства, значит это капитальное благо. А вот если это, например, деньги, то есть это средство обмена, оно не участвует в процессе производства, значит это не капитальное благо. Это значит, что у денег и у капитальных благ будут разные закономерности. Но если обмен – это производство, получается, к деньгам будут те же закономерности, правомощные, что и капитальным благам. Это, например, позволяет делать далеко идущие выводы. Например, когда у нас капитальное благо, когда мы определили, что это благо капитальное, мы понимаем, откуда оно имеет ценность. Капитальные блага ценны по стольку, поскольку цены – конечные потребительские блага, которые с помощью производятся. То есть мы ценим молоток, потому что мы ценим табурет. Если бы не существовало табуреток и других предметов, которые мы делаем из молотка, молотков для нас бы не стоил ничего. Он не имел бы цены, потому что он был бы нам не нужен. Что бы мы с ним могли делать? Ничего. Мы не можем его ни кушать, ни одевать. Ничего. То есть это надает какую-то определенность. Такие вот понятные вещи. Но все еще сложнее. Оказывается, что капитальное благо или нет определяется субъективно. Ну вот представьте себе такую ситуацию. Заходите вы в мастерскую к какому-нибудь производителю табуреток, а у него там в углу висит икона. Ну, висит и висит, подумаешь, икона. Что для нас икона? Ну, например, предмет искусства, эстетический какой-то элемент, который удовлетворяет нашу эстетическую потребность. Больше ничего. Мы пошли дальше. А вот, например, производитель табуреток скажет, для меня это капитальное благо. Я не представляю себе процесс производства табуреток без иконы в углу, на которую я там молюсь, например. Вот не будет иконы, я не могу производить. Все. Я не представляю себе процесс производства без иконы, потому что не представляю себе процесс производства без вот этих всяких каких-то ритуалов и молитв и так далее. И он будет ценить икону как капитальное благо. Потому что, например, вот у него есть убеждение, что без этого производство не будет работать, и поэтому он будет ценить эту икону, поскольку он ценит вот эти все блага, которые он может с ее помощью производить, как он считает. Мы-то знаем, что она может и не нужна в производстве, но он убежден иначе. Таким образом, капитальность благ, помимо того, что она может охватывать любые предметы, она еще субъективна, то есть это еще более усложняет понимание капитальности благ. Ну, для наблюдателя мы не можем понять вообще, где капитальные блага, а где некапитальные. Поэтому очень важно давать вот такие вот определения. И, скорее всего, поскольку я дал ранее определение Баверка, процесс обмена, процесс производства имеет больше тождеств, чем нам кажется со стороны. И я как-то вам уже давал демаркацию разницы между этими процессами. То, что обмен – это процесс, который происходит с субъектами, а процесс производства классический, традиционный – это процесс с объектами. То есть в этом разница. В других отношениях разницы нет. То есть все остальное является общими для этих двух процессов. Есть еще примеры такие, связанные с определениями. Например, процесс предпринимательства. Как его отличить от процесса мошенничества. Вот как нам отличить? Есть, например, два человека. Один говорит, дайте мне денег, я сделаю вас богатыми в следующем году. И второй говорит то же самое. Один начинает что-то делать, через год говорит, у меня не получилось, извините. Ну, бывает. Предпринимательская ошибка. И второй говорит то же самое. Только один честный предприниматель, он пытался сделать, у него не получилось. А второй – мошенник, который просто обманул. И вот как нам определить, кто из них кто, как дать определение, которое отделит мошенника от предпринимателя, чтобы их отличать хотя бы просто. И в том числе и для экономики. Потому что с точки зрения экономики предпринимательский процесс является благотворным, даже с учетом ошибок. А мошенничество является сугубо деструктивным. И вот если мы пытаемся дать определение и разобраться в этом, мы вдруг обнаружим, что эти процессы невозможно отделить друг от друга. Оказывается, что в экономике всякие ошибки, всякое мошенничество фактически тождественны для экономики. Мы не можем сказать о том, что у нас не должно быть в хорошей экономике, например, предпринимательских ошибок. Если вы их исключаете, как исключаете мошенничество, у вас полезные предпринимательские инициативы исчезают. То есть у вас в экономике начинается застой. Если вы, например, контролируете капитал в вашей экономике и полностью исключаете риски при его распределении. Например, не хотите давать инвестиции на какие-то проекты. Тогда у вас застой. То есть хорошая экономика, она предполагает процент ошибок. Это процесс поиска оптимальных решений. Это нормально. И, соответственно, хорошая экономика предполагает процент мошеннических сделок. То есть у нас всегда мошенник может притворяться рисковым предпринимателем, энтузиастом, таким авантюристом, и его невозможно будет отличить. И это считается частью здоровой экономики. То есть это нормальный процесс. Конечно, в хорошей экономике существуют механизмы, которые позволяют минимизировать вот эти вот вещи, связанные с мошенничеством. То есть разрабатываются естественные механизмы. И мы видим везде, как это работает. То есть в этом отношении система, конечно, саморегулирующая. Но когда мы говорим про то, что этим занимается государство, мы вообще не можем отделить вот эти вот негативные процессы даже от позитивных. Вот построило государство какой-то завод, начинает он работать. А мы не знаем, это была полезная инвестиция или не полезная. Купится она, не окупится. Потому что, например, нет рынка капитальных благ и так далее. Это тоже можно в некотором роде приписать мошенничеству. То есть вот у нас огромная страна с плановой экономикой настроила кучу заводов, но почему-то население бедное. Казалось бы, индустриализация произошла, паровозы ездят и так далее. Это потом какие-то появляются экономисты, которые говорят, что у вас стоимость перевозки на железных дорогах в шесть раз выше, чем в Соединенных Штатах Америки. Как такое может быть? В Америке, если бы так делал кто-то, это бы назвали точно мошенничеством. Ну, на самом деле, вот в таких экономиках такие вещи еще сложнее определить. Обычно мы говорим о том, что... А здесь можно это отменить на ошибку. Вот, например, такая классическая, в общем-то, ошибка. У нас был такой системный подход. Давайте все объединим, укрупним. Ну, вот колхозы, например. И в городах давайте сделаем центральную котельную, которая, значит, снабжает теплом огромное количество домов. А при этом огромная часть доли энергии теряется вот в этих длинных самых... Ну, в трубах, да? Вот. Если бы поставить локально отопители, да, ну, на каждый дом своя маленькая газовая котельная, тогда бы другое дело было. Правда, это другая система, другая конструкция. Это уже новое слово. В ту пору, когда эти котельные строились, этого нового слова еще не было. Ну, вот как быть вот? Как считать это? Ошибкой или просто вынужденной меры, да? Ну, если у вас нет, так сказать, тележки, вы все таскаете волком на санках. Это что, ваша ошибка? Или это просто у вас не было тележки? И вы вынуждены тащить волоков, волокуша называется. На тележке ведь легче. Колес катятся, меньше потери. Ну, как тут быть? Ну, нет тележки. Вот надо купить. Может, не изобрели еще эту тележку? Вот не изобрели колеса. Да, вот в Центральной Америке, там у них колеса вроде как не было изобретено до прихода европейцев туда. Но они не изобрели колеса. Вот, вот что им были. Таскали все на себе, на горбу или там. У них была проблема с этим. Вот такая вот была. Ну, вот как это сказать? Также про такой плановой экономики. Я все-таки немножко за нее заступлюсь. Так вообще я считаюсь антисоветчиком. Вот, ну, тут-то про себя, ну, что делать? Ну, не додумали, не доперли. Не доперли из-за концепции, да, что все должно быть вместе, дружно, да. Фабрика кухня, пошел, поел. Ну, да. Ну, к этому надо было. Фабрика кухни – это здорово. Сейчас мы уже тоже едим с фабрики кухни, на самом деле. Мы набираем на клавишах, а нам все это приносят сюда. Сейчас это стало действительно здорово, да. А тогда ты не наберешь, клавиш-то этих не было. Клавиши были только на, так сказать, фортепиано. По ним нажимай, не нажимай, даже если у тебя есть фортепиано. А оно не у каждого было. Вот такие вот дела. Вот я вам хотел про «Вместе дружно» вопрос задать такой. Как вы думаете, почему в Советском Союзе строили закрытые города? Закрытые города? То есть это закрытое административно-тритеральное образование. Ну, вообще они обычно были связаны с неким закрытым для посторонних глаз объектом, секретным. Это раз. Второе. Эта практика еще используется, скажем, в стране, которая называется Пакистан. Там в этих городах, соответственно, другой несколько уровней жизни, другое снабжение. Потому что снабжение. Вот Москва, она не закрытый город, поэтому вот это снабжение выходило как в черную дыру, потому что ее забирали приезжие люди. Понимаете, вот в Москве там лучше было, как говорится, снабжение, тогда называлось снабжение. Там снабжение было лучше, но туда съезжали со всей области, из других городов. Ну, скажем, откуда-нибудь с Урала за колбасой туда не ехали, но за одеждой ехали. За коврами ехали из Средней Азии в Москву почему-то, за среднеазиатскими коврами ехали в Москву. Вот. Ну, такие вот вещи были, чудеса-то, да. А тут закрыл город, и все, никто тебе не приедет. Попрыгивает около КПП. Да даже и прыгать не буду, потому что зачем прыгать-то? Вызывать подозрения, что ты прыгаешь тут у секретного объекта. Откуда ты узнал, что тут есть секретный объект? Его же на карте нет. Вот. И ничего сюда не ходит. Вот. Ну, может быть, как-то так вот. Я не знаю. Ну, это советская версия, что города делали закрытыми от шпионов. Это, конечно, да. Не только от шпионов, я вам сказал. И от того, чтобы вот это вот райское снабжение никуда не ушло. Обратите внимание, это так почти, что шутка. Во времена Олимпиады в Москве был как коммунизм. Но из Москвы убрали всех, кого возможно. Студентов убрали. Абсолютно всех школьников снабдили путевками там в лагеря отдыха. Вот. Ну, всяких нехороших элементов, субъектов тоже выслали из Москвы подальше. Электрички в Москву не ходили днем. Ну, в общем, все было как положено. Вот. Ну, зато был коммунизм, зато всего хватало. А так бы не хватало бы, чтобы все слетелись бы над Олимпиадой. Да. Но я не сказал бы, чтобы в закрытых городах было снабжение лучше, чем в Москве. Не, не лучше, чем в Москве. Но оно было на таком уровне, в закрытом городе. Но при этом вот этого не надо было, как в черную дыру. Всем этим рязанских там не кормили. И вот, скажем, если речь шла об Арзамасе-16, то Арзамасских или Нижегородских там не кормили. А то бы приезжали бы туда затовариваться. А там нет, он же маленький город, там столько нет. Если для Москвы это в пределах погрешности, как говорится, будет, да? Ну, Москва большой город, но мало ли там лишних 5% съедят приезжие, да? Ну, ладно, 5%. Из-за этого забор стоит не строить. Не стоит строить забор. А тут вот так вот. И, кстати, тоже вот применительных... Мне очень понравилось определение Бэмбаверк. У нас он называет Бэмбаверк. А у вас как? Бэмбаверк, да? Оген фон Бэмбаверк. Вот, вот. Вот, так вот он тот самый Бэмбаверк. Он, значит, как хорошее определение очень дал, что производство – это любое перемещение, так сказать, материи, да? Как там, с целью чего там? Да, с целью достижения каких-то результатов. Ага. Так вот, у нас и в Советском Союзе вот этого определения, естественно, не было. И была такая концепция, что в сфере обращения, а я напомню, что в сфере обращения предметы перемещаются. В сфере обращения прибавочная стоимость не создается. Вот такая была вещь. Не создается прибавочная стоимость. А на самом-то деле, ну вот что значит создать какой-то вот объект, предмет? Это не только там его произвести, но надо еще довести его до употребления. То есть он так и бесполезен, когда лежит на складе. Надо, чтобы вот был человек, для которого он произведен, чтобы он его взял и употребил, да, в употреблении. Ну, или по человеку, или организации, то угодно. А у нас этого не было. И поэтому у нас была система вот такая распределительная, распределительно-доставательная. Распределения-то не было. Доставать надо было. Распределения не хватало. Вот, доставать приходилось. А это тратили силы, кстати. Кстати говоря, сейчас, когда существует вот эта вот мощная система... Кстати, наш национальный продукт долгое время прирастал в основном за счет отрасли, которая называлась ритейл. Строились большие торговые предприятия, торговые центры. Ну, большие и маленькие, разного уровня. Система их обеспечения, снабжения. Если выехать за город какой-нибудь крупный, ну вот даже за Коломну, то вдоль объездной дороги стоят вот эти огромные складские, значит, как это сказать-то, терминалы теперь это называют. Терминалы для снабжения вот этих вот, так сказать, торговых сетей. Вот это вот Пятерочка, это еще там кто-то, это еще кто-то. И вот оттуда, вот по мере необходимости, по магазинам разводят. Есть терминалы, которые не по магазинам разводят, а по людям разводят. Да, видите, вот это вот тот самый ритейл, который у нас создавал большую часть прироста прибыли. И у меня такое подозрение, что в стоимости любого товара, стоимость вот этого ритейла, она превышает половину-то, честно говоря. Потому что там где-то произвести, они с радостью отдадут. Возьми, только возьми, преврати нам это в деньги. Товар, купи, купи, купи. Ну, на самом деле, я хотел сказать, что самая большая доля расходов все-таки в логистике. Особенно это касается объемных товаров и массивных. Там есть транспортная логистика, складская логистика. Я про это говорю вам, это и есть то самое. Ну, ритейл – это непосредственно продажи. А, ну, значит, я… Все зависит от определения. Я вот так его определил. Да, да, да. Вы просто широко взяли ритейл. Да, широко. Сферу обращения я определил. Сферу обращения. Вот смотрите. Вот к нему связаны все эти склады. Это все для него. Ну, кому нужны бы склады? Магазины, если бы не было магазина. Смотрите, насчет Советского Союза. Вы правильно сказали, что есть там категория снабжения. Но может ложиться впечатление у слушателя, что в Москве было все, а где-то в Рюпинске не было ничего. На самом деле, было так. Так, если был какой-то город, где нет вот этого великолепной категории снабжения, но там, например, есть завод зеленого горошка. Это означало, что зеленый горошек есть во всем городе у всех. У каждого холодильник зеленым горошком. Ну, или, например, в Чаре. Замечательный город Петропавловск, но не на Камчатке, а в Казахстане. И вот там, значит, был замечательный музей краеведческий. И в этом краеведческом музее из открытых предприятий, самое знаменитое было, открытых, не секретно, это было предприятие мясокомбинат, которое производило огромное количество мясных консервов. И вот там в этом, значит, музее был, соответственно, стенд этого мясокомбината. Вот они, банки эти стояли красивые, консервные с красивыми упаковками. А в магазинах этого не было. В магазинах этого не было. И, соответственно, ну, в конце концов его убрали, чтобы не возмущать жителей города, которые посещали этот музей. Я хотел сказать, что эти консервы были. А вот если вы видите, что зеленые горошки есть в городе, ну, я не знаю, в наших местах зеленые горошки, так сказать, не водятся. Может быть, там, где он водился, это было. Такое было, было. Огурцы обычно стояли, везде такие большие огурцы в банках. Вот здесь мы занимали магазин. А еще тоже было замечательное время, когда большой этот магазин. Они, собственно, и сейчас эти магазины живы. Ну, там, конечно, оборудование поменяли. Вот, и в нем, значит, вот эти вот охлаждаемые прилавки, они все не охлаждаются, выключены. И в них лежат пакеты с сухофруктами. Вот везде все-все-все-все. Весь магазин занят с сухофруктами. Ну, чтобы не было пустых прилавков. Вот, естественно, их никто не покупал. Это у меня такой рассказ есть, как я покупал масло. Вот, помните, у меня такой рассказ есть, как я масло покупал. Вот, это вот оно. То самое сцена. Ну, я хотел сказать, что этот вот чай или зеленый горошек, он был не в магазинах, он был у людей. Почему-то откуда-то материализовался. Да, доставали, доставали, да. Доставали, да, да. И консервы вот эти тоже самые. Да, в Рязани была чай-разведочная фабрика. И когда я бывал в Рязани, я обычно старался купить на базаре. Между прочим, купить чай. И там, по всей видимости, этот представитель этого, значит, чай-разведочной фабрики, там продавали. Хороший был. Помню, цейлонский чай я любил туда привозить. Цейлонский чай. И потом в 90-х это имело интересное отражение. Потому что в 90-х годах, когда на многих предприятиях не платили зарплаты, платили зарплаты натурпродуктам, в итоге в этих городках, где было производство, все рынки были завалены вот этим вот местным натурпродуктам. Был замечательный город, он назывался, ой, господи боже мой, Муром, Муром, Муром. Там, значит, кроме завода, который производил мотовозы, ну, такие железнодорожные тепловозики небольшие, может, на этом заводе, может, на другом, делали игрушечные танки. Танк такой по кабелю управляемый, он ездит, поворачивается, и даже у него была пушка, которая стреляла такими пластмассовыми снарядиками. И вот там этими танками выдавали зарплату. Они, значит, с этими танками ехали в Москву, и на улице там их продавали, танки. Там они шли хорошо, в Москве, потому что там в Москве такого магазина их не было. И вот, значит, я помню, перед главпочтам там такой был магазин чая, вот перед этим магазином чая они продавали танки. Шла бойкая торговля танками. А вот напротив гостиницы «Интурист», сейчас ее не существует в Москве, на улице Горького. Там товарищ продавал танк за 10 тысяч. Это были сумасшедшие деньги по тем временам. Ну, нет, уже 10 тысяч уже в карманах водились у людей, но все равно это дорого было. И он продавал его. Ну, мало ли, найдется какой-нибудь «Интурист» и купит, горячает этот танк за 10 тысяч. Вот. Ну, это, конечно, был свой, тутшний, тамошний, с улицы Горького торговец. Не из Муром он приехал, а тут приезжали, продавали. Ну, вот нашли, куда продать, по крайней мере. В Муроме, наверное, этих танков была прорва, да? Вот. Ну, вот я тоже как бы в детстве ездил к бабушке в деревню, и там в местном магазине продавали за какие-то смешные деньги большие упаковки кукурузных палочек. А все потому, что рядом находился Гольшанский крахмальный завод, который их производил. Я их там просто объедался, потому что они строили какие-то смешные деньги совсем, даже по тем временам. Но я к чему это все говорю? Я к тому, что хотел сказать, почему строили закрытые города. Закрытые города как раз-таки делали еще и подальше от крупных городов, чтобы не было такого повального воровства на предприятиях. Потому что если есть куда нести, если есть какому дачнику продать, выносили везде все. Просто везде все выносили. А с закрытых городах, где военные производства, как правило, были, ну, очень хотели уменьшить эту статистику. Трудно что-нибудь вынести. Я вот помню свою работу. Ну, что я там мог вынести? Даже бумагу-то, в общем-то, не очень понесешь, потому что она обычно была грифована. Только бумагу даже не понесешь. Ну, карандаш вытащишь, да? Стерку. Вата была в дефиците. Вату женщины между собой делили тогда, да. Мне вата не доставалась. Чего больше взять? Уксус давали. Уксусом, значит, скальки стирали тушь. Понимаете, в советском... Нечего украсть. В советском быту сложно было предвидеть, а что дачникам понадобится. Потому что вот в крупных городах, например, не выносили из заводов арматуру. Вот, оказывается, она была не нужна. А вот тонкая проволока нужна была, выносили. То есть, тут же ж не угадаешь, да? Нужно экспериментальным путем выявлять. Да, но надо просто знать, что нужно. Да, понятно. Проволока нужна была, ей прикручивали к столбам вот эти вот опоры, на которых делался забор. В советском быту там все прикручивали проволокой. Скотча ж не было. Сейчас скотчем все прикручивают, а раньше проволокой. Да, это проволока заменялась стяжкой, и в том числе сейчас стяжками прикручивают. Ну, там хорошо она сдержала. Как прикручишь, так насмерть, да? Сейчас не раскрутишь, бывает. А вот целесообразность в капиталистическом производстве, конечно, появляется в гораздо большей степени. Я, конечно, хотел привести такой пример. Вот сейчас при добыче нефтяного газа, нефти выделяется так называемый попутный нефтяной газ. Он называется ПНГ. И на многих производствах, где добывают эту нефть, стоят специальные терминалы для его сжигания. Потому что если его не сжигать, он начинает очень быстро пачкать трубу и оборудование, потому что он очень сернистый. Он, кстати, еще и бывает взрывоопасный. То есть его не сожжешь в качестве топлива. Поэтому его всегда на месте сжигают. Сделай котел с трубами из нержавеющей стали. Есть же, так сказать, газ природный, так сказать, туркменский, который содержит много серы, сероводорода, и его отправляют, значит, в Россию на газочистительный завод, и все нормально, он становится газом. Вот, есть такой метод. А тут, когда сжигаешь, он может бабахнуть. Так вот, что значит капиталисты? Да, смотрите. С одной стороны, строят малые газовые электростанции, которые на месте возле этой добычи нефти сжигают этот газ и вырабатывают электричество. Но они настолько дают мало электричества, что нерентабельно тянуть вот эти вышки ЛЭП через там тысячу километров, через тайгу, куда-то к ближайшим этим сетям, чтобы раздавать это электричество. Ну, невыгодно это все делать. В итоге, сегодня, вот прямо сегодня, найден очень элегантный способ. Они строят возле добычи нефти эти малые газовые электростанции, и сразу возле этих электростанций строят майнинговые фермы. То есть, это является... Майнит валюту, да, 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 да. Это является оптимальным. Это у нас тоже такой был разговор, что вот в правом верхнем, то есть в северо-восточном углу Охотского моря, там есть залив, на котором, в принципе, теоретически можно построить очень мощную преливную электростанцию. Вот. Очень мощную преливную электростанцию можно построить, и она будет какое-то сумасшедшее количество энергии вырабатывать, ну, там типа 60 гигаватт мощность будет или что-то в этом роде. И вот куда девать энергию? Рядом же нет жилья, что строить какие-нибудь заводы алюминиевые, ну, с ума сойдешь туда все это возить. Все-таки это нужны люди и производство. Ну, вот там, говорит, майнинговую ферму построить. Да, и, кстати, тоже момент такой. Вот это вот построить такую электростанцию, там, ну, неважно. Есть куда засунуть, некуда. Есть, теперь, оказывается, более приемлемые решения для получения возобновляемой энергии. В частности, вот, они все развиваются и развиваются. Буи, например, есть, которые на поверхности воды, качаясь, вырабатывают эту энергию. Теперь это уже отработанная технология становится, которая даже дешевле, чем ветрогенераторы. И нечего их там, так сказать, помолить и ветрогенераторы расставлять. Буи расставили, кабели проложили, и все. То есть, к тому моменту, когда была бы построена эта электростанция, она бы уже была бы нерентабельна. Уже были бы, Буев понаставил в этом месте лучше, вырабатывая. Еще мне надо в этом месте, его можно ближе к обитаемым местам поставить. Волны-то везде есть. Может, приливов таких нет, а волны есть. Но, насколько я слышал, именно в том проекте приливной электростанции, из-за того, что энергии очень много, там как раз хотели делать, ну, это же море рядом, там как раз хотели сделать производство по добыче водорода. И отправлять бы в Японию, да. Да, это было бы... Поглядели бы мы на это дело сейчас, когда какие-нибудь санкции Япония бы наложила. Да, в этом и проблема. То есть, если вы хотите развивать, делать супертехнологичную страну, торговать водородом, держать этот мир... То надо держать хвост между ног. То надо быть, как бы, в торговлю играться. Если вы хотите воевать и победы, и побеждать, то это как бы немного другое. Вам нужно строить там эти фабрики производства пороха и так далее. Поэтому тут надо выбирать. Или богатство, или территорию. Да. Конечно, конечно, да. Ну, любишь сказать так, или богатство, или историческая справедливость. Давайте вот так поставим. Тут то, что вы упрощаете очень вопрос. Ну... Просто вот западному человеку это не совсем понятно. Потому что западный человек мыслит так. Мы хорошо устроились, и чего вам надо? А вот, например, человек, значит, исламского веросповедания, у него есть вполне понятные понятия. Есть территория, где ислам когда-то уже был, но теперь он не за исламом, да? И вот его надо рано или поздно вернуть. Понятное дело, что это вот как как это присловие еврейское в будущем году в Иерусалиме, новогоднее поздравление, да, в будущем году в Иерусалиме. Понятное дело, что этот будущий год долго не наступал, веками. Но он в конце концов наступил. Так вот и здесь тоже в конце концов наступит. Потому что, например, Кипр, Сицилия, Испания. Это все территории, где когда-то был ислам, это был устоявшийся, уже развитый. Потом только оттуда выбили его, да? Вот. И вот обратите внимание, где наши олигархи... Ну, не совсем чтобы олигархи, настоящие олигархи, они в Лондоне живут. Ну, такие богатые люди, куда они инвестируют в недвижимость. Ипор. Нет, в Сицилию не инвестируют. Там, наверное, мафию боятся. Испания. Это те места, где недвижимость вынуждена дешевле. Потому что это места, где рано или поздно в будущем году в Иерусалиме сработает, в будущем году в Кордове, да, Кордовский халифат. Но это не в будущем году, а через 100-200 лет это вернется. То есть, если ислам будет существовать, а он будет существовать, то это станет исламской территорией. И придется всем и товарищам подвинуться. Понятное дело, что ислам, в общем-то говоря, не дикая совсем уж, прям как некоторые представляют религии. При ней могут жить и не мусульмане, но тем не менее, вот имейте в виду, что это будет уже не то, что сейчас. И поэтому это стоит дешевле почему-то. Вот всегда недвижимость там более приемлема. Вроде как и тепло, и хорошо. Вот, а русские... Будем сказать только то, что исламским беженцам почему-то нравятся более северные территории. А им нравится, потому что там бесплатная раздача слонов. Там Норвегия, Германия, вот там больше интересно. Там социальные сферы. Это вы говорите про исламских беженцев. Это бегут. Это не исламские беженцы. Носители культуры. Под Пуату не исламских беженцев, оборачивая в другую сторону Карл Мартелл. Не беженцы там были под Пуату. Ну, вот эти вот все Неаполи, они как-то... Исламисты туда не бегут, короче. Туда они не бегут, это не земля этих самых. Туда нечего бежать. Это бегут туда, не исламисты, это бегут беженцы. Я сказал бы в мое время какой-нибудь житель Кавказа, он сказал бы, это позор нации. Вот какой-нибудь там плохой тут человек есть, тут с Кавказа, он да позор нации, он скажет про него. Потому что он нехорош, там что-то плохо себя ведет, там хулиганит. По поводу исторической справедливости на территории РФ, мне вспомнился анекдот один советский времен Сталина, времен 32-го года. Он звучал так. Почему... Откуда взялась засуха в Советском Союзе? Ответ. Потому что 180 миллионов воды в рот набрали. Ну, это не историческая справедливость, это вот... Нет, это про то, что дискуссия сейчас на эту тему, она отсутствует, а существует только вот мейнстримная точка зрения про историческую справедливость. А вот... А если вы... Нет, я просто объясняю, как раз тема исторической справедливости, она как-то вот ни до кого не дошла. Сейчас речь идет именно об этом. Вот когда было интервью Путина вот этому Карлсону, да, он как раз им это пытался объяснить, а до Карлсона это не дошло. Ну, какая историческая справедливость? Сейчас начнут в Америке восстановить историческую справедливость? Что, все индейцам возвратятся, что ли? Кому нужна такая историческая справедливость? Нет, я к тому, что сейчас в России эту тему невозможно обсуждать. То есть вы можете до каких-то рамок противоположной точки зрения быть, но не более того. Ну, нельзя обсуждать. Как видите, я воды в рот не набрал, и я обсуждаю. Я вам объясняю позицию. Вот некоторые говорят, когда я что-то объясняю, ну, вот типа врач-венеролог рассказывает про бледную спирохету. Так хорошо, с картинками, прям так воодушевленно, да? А я люблю так вот рассказывать про возбудителя этой самой, так сказать, малярии. Как он здорово, он разные фазы проходит, его не победишь. Никогда от малярии не избавишься. Именно поэтому отлечишь. Вот от них перебил, а эти-то живы. Тех перебил, а эти-то живы. Вот понимаете, какая штука? И вот могут подумать, что я сторонник малярии. Да? Ну нет, я просто рассказываю, как он здорово устроился. Может быть, вы сторонник ДДТ, значит. Это что, гексахлоран, что ли? Что это такое ДДТ? Ну да, это... Ну, сейчас же много разговоров о том, что запрет ДДТ, я имею в виду не музыкальные группы сегодня в России. Запрет ДДТ вот это вот, ну да, понятно. Да, запрет ДДТ вызвал... Что раньше мы говорили ДУСТ, ДУСТ. Да, что он вызвал больше жертв, чем, собственно говоря, его использование. Да, это я не знаю. Ну, есть исследования. Тут я не в теме. Современные исследования говорят о том, что из-за того, что запретили вот эти вот пестициды агрессивные, снова распространилась малярия как раз в этих тропических регионах. И от нее умерло гораздо больше людей, чем от тех заболеваний, которые вызывались ДДТ во время его использования. То есть в количествах трупов у нас есть сильная разница. Я тебе согласен с вами, согласен, согласен. И поэтому получается, что весь этот запрет был, ну, фактически... Ну, представляете, сколько народу перемрет, если запретить автомобильные движения? Перемрут, потому что к ним не успеют приехать пожарники, те самые, скорая помощь, не привезут продукты, не почистят снег, да, не помрут и все. Так буквально в современном мире, в современном мире любой голод на планете, любой голод, так или иначе, связан с запретом какого-то движения. Да, да, да. Для Красного Греста, для гуманитарных миссий... Там были такие события, которые назывались недород, да. В разных губерниях был, значит, недород, и его называли голодом. Кстати, очень интересная была концепция, потому что, несмотря на это, у, значит, царя нашего, у него, значит, был, значит, Госбанк, такое учреждение, не центральный банк, а Госбанк, и у него, этого Госбанка, были элеваторы, элеваторы Госбанка. Потому что так вот типы этих элеваторов, вот до сих пор в книжках по элеваторостроению называется, элеваторы Госбанка. Так вот, значит, у него был двухлетний запас пшеницы. Двухлетний запас. То есть, откуда возникает голод? А голод возникал вот почему. Потому что царь в голодном регионе, не вот ли он, что привезли хлеб и раздали, да, мешки с хлебом. Нет. Он деньги выдавал. Молодец, у нас рыночная экономика, что у вас завелись деньги, вам привезут и хлеб и продадут. Ну, естественно. Может быть, подороже, но ничего. Прокормитесь. А они деньги-то получали, а это редкость у них была. Хозяйство было почти что натуральным. И что они делали с деньгами? Пропивали. И поэтому голод там и был. Вот такая интересная штука. То есть, надеяться на рыночную экономику здорово. Но если народ не очень на нее, к ней готов, живет, так сказать, кроме социалистической плановой экономики, еще натуральная экономика. Она тоже не рыночная. Сам себе производит. Вот он дефицит такой. Деньги завелись. А в натуральной экономике это большая редкость. Они пропивали. Вот знаете, в Америке XIX века тоже, когда еще не было железнодорожными дорогами, не покрыта сеть, проблема голода почему-то была решена. Потому что, оказывается, там, где были везде водные артерии, в года засухи, в года вот таких проблем, все равно, благодаря рыночным механизмам, потому что не было преград просто, у нас происходило перемещение еды, и у нас происходило в том числе активно благодворительность. То есть у нас штаты, буквально целые штаты, помогали друг другу, в том числе справляться с этими проблемами. Я уже как-то приводил пример, по-моему, у вас на стриме, как один из американских президентцев. По-моему, Кливленд запретил расходы, правительственные расходы на помощь после какой-то катастрофы катастрофы и голода в связи с этим, штату Техас, федеральные расходы, ну, чтобы не улечивать налоги. И призвал людей помочь штату Техас своими средствами. В итоге своих средств благотворительность собрала чуть ли не в 10 раз больше, чем планировались правительственные расходы на это. То есть в этом отношении дырочный механизм работал. Работала помощь людей, и благодаря этому существовала культура благотворительности, то есть ответственности людей перед обществом, желание помочь, когда у соседа горит дом, а у тебя закрома полный. в этом отношении. Да, это вот такая немножко архаичная рыночная культура, она это подразумевала. У нас тоже так было вот до революции. Ну, после революции сломало, умри ты сегодня, я умру завтра. Такой был девиз, потому что всем было тяжело помогать, помочь себе одни. Там уже нечем было помогать, а в ту пору вот эта дифференциация была мощная, и люди помогали друг другу. Да, и, кстати говоря, тоже ведь обязанность помещика была заботиться о своих христианах. Все-таки не просто там тебе что-нибудь такое, твоя собственность, да? Ну, сгниет и сгниет твоя собственность. Причем это был элемент христианской культуры. Это подданный царя и божьи рабы. Это элемент христианской культуры. То есть в православии зачатки этого существуют и очень основательны. Да, и, кстати говоря, не только в православии, но и в исламе тоже. У них тоже, вот, если ты не помогаешь бедным, какой ты мусульманин нафиг. Да, я хочу сказать, что религиозные люди в исламе, мусульмане, очень часто помогали. И даже в советские годы, когда беженцы шли в Среднюю Азию, было естественным, просто естественным принимать их, помогать им обустраиваться и так далее. В этом плане, конечно, вы сказали, у нас в США. Вы сейчас в США? Нет, нет, нет. Я пока не в США. Вроде у вас искусственный свет, но думаю, елки-палки. У нас сейчас ведь день пока. Нет, это пока польский свет. Пока польский свет. Но искусственный. Искусственный польский свет. Да, но у меня не солнечная страна, поэтому я включаю горение дополнительно. Горение газа российского. Газовый рожок, что ли? Я что-то не понял. Нет, но... Электричество. Понял, понял. Вы просто про чинно-следственную связь проследили. Ну ладно, ладно. Польши, норвежского газа сейчас очень много. У Польши в портах есть эти жидкие терминалы газа. Да, я знаю. В будущем году вообще Европа хочет отказаться от углеводородов из России. Ой, ну это сказки. Они, конечно, будут пользоваться норвежским и американским газом. Не, ну да. Но из России они откажутся. Причем сказки-то? Ну, российский газ некоторые страны будут потреблять точно. Ну, Венгрия. Ну, просто, скажем так, газ не пахнет. Ну, газ пахнет. Да, неудачно рассказать. Ну да, если вы закачали его в газораспределительную сеть, то, понятное дело, кто что-то отличишь молекулу от молекулы. Насколько я знаю, бытовой газ добавляют специально ароматизатор, чтобы люди чувствовали. Да, да, это я знаю, чтобы вы чувствовали, да. Потому что он действительно не пахнет. Метан действительно не пахнет. Кстати, технологии, законы многое меняют. Вот по всему миру есть несколько слоев сланца, который образовался таинственным образом в океанах, когда в ту пору почему-то придонная живность не жила, не окисляла. Значит, упавший, это бентос, это называется, то, что сверху оседает на дно ил. Он, да, ну, дальше, сейчас там внизу, там все эти животные, которые, организмы, которые его перерабатывают, окисляют, ну, это у него мало чего остается. А там, значит, ну, как в болоте накапливается торф, так и накапливался вот этот самый ил. И он превратился, в конце концов, в сланец, содержащий газ и нефтепродукты. И вот, в принципе, в любой стране мира можно добуриться до этого слоя, устроить гидроразрыв хвоста и добывать. Вот в США это можно делать, у них закон такой, что моя земля, что хочу, то и делаю. А вот в Европе твоя земля, да, пожалуйста, поставь на ней, посади цветочки, но вот добывать-то ничего без разрешения не можешь. Вот. Поэтому в Европе вот это очень мощное движение зеленых, как это называется, кстати, кто-то ведь это мощь движения зеленых дает, это же деньги. Какой-то загадочный благотворитель их снабжает. Вот что же загадочный благотворитель, который... Движение зеленоватых. Да, зеленоватых. Запрещает в Европе атомные электростанции, запрещает добывать свою нефть и газ. Вот кто ж такой может быть? Кстати, тут недавно выкатили исследование, я только читал его короткую рецензию по поводу запрета, результатов запрета полиэтиленовых пакетов в Англии, по-моему. Так, блестяще. Он привел, оно привело к тому, что, ну вот этот запрет, к росту выбросов углекислого газа на 500% в этой отрасли, потому что потребители начали покупать больше таких больших пакетов пластиковых, которые гораздо больше содержат этого пластика, да, чем маленькие тонкие одноразовые пакеты. То есть люди просто начали покупать более такие расходные по полиэтилену пакеты и использовать их в своих бытовых нуждах. Ну, кстати говоря, вот вред полиэтилена для окружающей среды, вот мне непонятен. Он, в общем, достаточно химически инертен. На свалке он просто будет лежать и лежать. А если вы будете разбрасывать вокруг по садам и огородам, простите меня, а с какой стати-то? Может, все-таки в мусорный контейнер все это собирать? А вот бумага, которая тоже попадает в мусорный контейнер, попадает на свалку, а на свалке она генерирует свалочные газы. Вот те самые газы, которые являются в том числе и прониковыми, да? Так что от бумаги вред один. Ну, бумага, это бумагоделательная промышленность. Она сейчас в кризисе. Книг стало меньше, меньше. Газеты практически не издаются, не издаются. А раньше сколько шло на газетную бумагу-то? Так, рассказывайте дальше. Рассказывать. Ну, в общем-то, в общем-то, мы поговорили про то, что определение имеет важную роль, потому что исходя из определений, у нас закономерности и теории, которые мы строим, они могут иметь разный вид и разную интерпретацию. То есть, ну, как и в любой науке, аксиомы имеют, как сказать, решающее значение для выводов, которые мы делаем. Ну да, ну да. Любая теория строится. Понятие, что вы понимаете под тем или иным понятием. Если вот у нас в естественных науках, ну, тут как-то то, что мы понимаем, его можно в руках подержать, называя по-своему, ну, вот она, штуковина нас устроит. Вот эта штуковина нас устроит уже, потому что вот эта штуковина, а, ну, это на самом деле вот что, когда эта штуковина говорится, да. А вот тут вот эта штуковина очень трудная, ее в руки не возьмешь очень часто. Ну, я знаю, что... вот как, например, со сферой обращения. Естественно, в науках там тоже есть проблемы с понятием материи. Я знаю еще, что какой-то институт... Философские проблемы, философские. Для науки это не имеет значения. А вот существует время, не существует. Что значит существует? Давайте с этим глаголом разбирайтесь. Что значит существует? Существование на время и пространстве было такое существование. Понимаете, да? Да, я слышал какой-то институт американский готов заплатить миллион долларов тому, кто даст хорошее определение времени. Что-то в этом роде. Ну, может, кто-то и готов заплатить. Какой-нибудь чудак дал эти деньги. Ну, я думаю просто, что каждое удачное определение, оно позволяет переосмысливать все то, что люди об этом нафантазировали до определения этого определения. пользовались теряным время в своей работе, а потом кто-то пошел и переопределил его, то, в общем-то, вам надо переделывать и вашу работу тогда. Да. Переводить на новый язык. Время? А время это программа по телевизору. Блин. А мы тут наградили. Это, по сути, называется смена парадигмы. Да, да. Вот именно. Вот такая вот история, связанная с... Ну, кстати, вот в экономике по сути разные школы и имеются, потому что у них разный подход к вот этим определениям. Наверное, так правильно сказать. К разной аксиоматике. В естественных науках больше консенсуса и... Но самое главное, что у нас есть основа, которую можно проверить. Павел, называй как хочешь, но это вот эта штучка. Кто-то там по-латински какого-нибудь назвал животное, кто-нибудь народное название у кого-нибудь есть. Но это все равно, это вот оно. Вот, а, понятно, это оно. Тем не менее, я хочу сказать, что и в гуманитарных науках, ну, и у вас, естественно, каждая попытка дать другое определение, она вызывает очень бурное отторжение консервативной части научного сообщества. Ну, если это, ну, а зачем, вопрос такой, а зачем новое определение, чем нам старое имя? Да, 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 вот, 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 Не, ну, а чем не устраивает, зачем какие-то новые определения? Ведь определение должно новые смыслы быть там какие-то, да, правильно? Да, например, когда какой-нибудь текст какого-нибудь международного соглашения, он обычно открывается там преамбулы, и есть такой элемент, значит, что вот тот или что-то обозначает в данном договоре, да, вот, что под этим понимается, под тем-то понимается вот это, под тем-то, ну, это обычно речь шла об ограничении вооружения, когда были такие соглашения между СССР и США заключались, и вот там это раскрывалось, что под этим понимается. И там очень есть такое понятие геноцид, да, определенный геноцид замечательный, да, и когда учреждали ООН, Советский Союз напрочь отказался принимать в определении геноцид уничтожение социальных уничтожения по классовому признаку, наотрез отказался, да, 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 там по этническому, по языковому, это пожалуйста, пожалуйста, но на этом деле у нас до сих пор не признают, что казаки это отдельный народ, хотя вот, если посмотреть на настоящего казака, не тот, который себя, ну, делает вид, что он казак, а настоящий, это видно, что это другой совсем народ, и вот тут когда к нам приезжали антропологи на танках из Германии с циркулями, они мерили казаков и выяснилось по их понятиям, они стали раскапывать историю, оказалось, что донские и кубанские казаки это потомки причерноморских готов, там было когда-то государство готов в Крыму, оно как-то странным образом рассосалось, и по всем образом, видим, у него кроме вот этих вот православных потомков были еще мусульманские потомки, которые теперь называются крымские татары, крымские турки, они соответственно на другом языке теперь говорят, на тюркском, а эти на славянском, у них естественно раньше был готский язык, была, так сказать, готская, вот как это, епархия, или как это называется там, епископия, да, все это в истории прописано, потом куда-то они делись и все, ну, где-то с краю цивилизации, ну, Господи, Крым, черт на куличко, где-то до Европы туда. Это сложный вопрос, потому что... Ну, по крайней мере, да, они хотят добиться, чтобы их назвали казаками, а не русскими, вот, но это никак не удается, потому что тогда придется признать, что в Советском Союзе был геноцид казаков. Насколько я знаю, долгое время, особенно после Ивана Третьего, буквально несколько столетий, многие люди, которые бежали от центральной власти, бежали именно в казачество и становились казаками. Да, они там находились, совершенно верно, вы сейчас в Польше, вот, и ваши потомки будут поляками, понятно, да? Но они будут поляками. Ну, Как же они бежали от центральной власти и становились там, значит, казаками? Их принимали в казаки. И, кстати, это было не так просто. Вот, например, украинские казаки, это времен Богдана Хмельницкого, они потом стали кубанскими казаками. И у кубанск-казаков есть такое присловие, слава богу, мы казаки. Вот, оно идет, потому что давно еще к старым временам. И вот, когда, значит, Польша, она, так сказать, не Польша, а Украина под скипетром, или как, под булавой Богдана Хмельницкого получала некую независимость, у них были, значит, так сказать, терки. Как им считать? Казаки были против, чтобы в казаки кого-то записывали, потому что у них были свои привилегии. Вот там есть панство, да, ну, понятно, паны, есть казаки, и есть вот прочее, так сказать, быдло, да? Вот, быдло не надо в казаки записывать. Вот это отдельно, потому что сразу умолялось их, значит, привилегии терялись. Ну, в общем, казак, это как, так сказать, самурай, да? Была такая где-то шуточка, что кто такие самураи? Это казаки из Самары. Самураи. Это по мотивам того, что все тут придумали в России, паровозы, и даже самураи, это казаки из Самары. Вот самарские казаки. Самураи. Да-да-да-да. Самара родина слонов. Нет, Россия родина слонов, да. А Самара родина самураев. Вот такие вот такие. Вот, вот так, как-то так вот это все. Как-то так. Ну, казачество, это очень большой ореол, и однозначно нельзя сказать, что вот все казачество очень строго относилось к приему в казачество. Нет, туда можно было попасть туда. Ну, вот как беглая еда. Это казалось донских казаков. Донских казаков, да, это касалось. Но это уже был сформировавшийся этнос, и в него, когда попадали люди, ну, да, их принимали, но, тем не менее, уже позже они там разделяли казаки и иногородние. И вот, например, даже самые богатые иногородние были беднее самых бедных казаков, что очень сильно напрягало и создавало на Дону в ту пору, значит, конфликт. Вот как вы знаете, вот я еще был, помню те времена, когда передо мной и перед другими товарищами, это было в арт-училище, выступал, выступал комиссар одного из полков, одного из полков дивизии Чапаева. И вот он объяснял, в чем проблема с казаками. Вот, у казаки, как он только рождается, ему там сколько-то земли давалось, еще чего-то, богато жили. Вот они богаты были, поэтому мы их и раз казачили, перебили. Вот, казаки, то есть, не могут быть за советскую власть, потому что они богаты. Вот, и то же самое, там проблема была между казаками и иногородними. Если вы помните, Тихий Дон, а там, как сказать, автор Тихий Дон, по современному понятию, был откровенный антисоветчик, в общем-то говоря. Но какие-то родственные связи вот этого спасали от Калима. Вот он числился великим, великим художником слова. Вот, и он очень сильно критиковал там вот эти всю проблему советской власти, как она там устанавливалась на Дону, резко писал письма товарища Сталина на эту тему, они, кстати, сохранились. Вот, и в то же время у него вот там, в Тихом Доне, ответственно, проблема. Возвращается Григорий Мелихов хутер свой из города. А там, значит, был какой-то у них типа съезд казаков. И вот он рассказывает дома вот отцу своему старому казаку, как было делать, а как землю делить, а иногородним, вот тоже, иногородние, которые постоянно живут, им тоже дадут вот кукишем, говорит старый вот этот вот Мелихов, отец, значит, Мелихов, кукишем, нет, то есть казаки были, вот видите, у них какое было проблему, кукишем нельзя, они не казаки. Ну да, инородним обычно просто в казачестве, в риоле казачестве был фронтир определенный, и туда вот шли те, где, которых не пускали стоявшиеся. Это было место просто, куда можно было сбежать от царя, а потом царь это понял, и селил их на фронтире, да, селил на фронтире, чтобы они, значит, закрывали страну вот противника, ну а там даже, видите, ну, в принципе говоря, при царе-то народы, которые вливались под его высокую руку, как говорится, они часто сохраняли прежние свои обычаи, часто очень прежних своих властелинов, чем они дальше от такой вот современной на тот момент культуры, тем меньше их пытались преобразовать. А у тебя тут шаман, ну пусть тут шаман будет, но главное, наплати мне, так сказать, ИСАК, вот такое количество шкур, все. А там шаманизм у тебя, чего хочешь делать, да? Да. А были даже, были, вот в Средней Азии, это были вообще протектораты, там был свои, как они, ханы или кто-нибудь, султаны, вот, ну все, ты султан там, ну главное, ты под нашей протекцией, все, а у тебя там свои порядки, султанат у тебя там, или кто он там был в Средней Азии. Ну по сути, восстание Степана Разина, это восстание как раз-таки разросшегося фронтира против, против централизованной власти, то есть против ограничений, которые она хотела на него нападать. Ну это такое восстание, где к ним присоединилось очень много кого, очень много кого присоединилось, потому что на тот момент очень увлеклись помещики, скажем так, дворянство, увлеклось тем, что хитростью заставляло людей подписывать кабальные грамоты и становиться, так сказать, рабами. Ну, то есть то, что потом стали называть крепостными. Вот, а до этого у нас этого не было такого, там отношения были совсем другие между крестьянином, который живет на земле, и помещиком, которого поместил царь в поместье, чтобы он с этой земли кормился, потому что крестьянин мог перейти от одного помещика к другому. А тут вообще что, ты мой, вот будешь раб, крепостной. И вот этот вот, против этого было... Несправедливость? Было, ну, не только несправедливость, было некое несогласие с этим вопросом. Вот, это согласие выливалось вот в этой войне. Не, но оно было, оно было и после, и столетия потом было. Оно, наверное, даже сейчас... так сказать, дали жогу, народ хвост прижал. Я просто к тому, что инициация восстания была как раз со стороны вот этих вот разбойничьих групп во фронте. Да, 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 они здесь занимались разбоем, они занимались разбоем в Иране, вот по побережью Каспия, так сказать, пираты Каспийского моря, на самом деле, можно было так называть. Побережье Каспия, Иран, ну, в Туркмении там взять было мало чего, но и там тоже хватало им тоже где-то чего пограбить. А потом в Астрахани все это дело продавали. И тут понял, а что бы нам Астрахань не ограбить? Ограбили Астрахань. Там же, только у церквей там какие-то есть деньги. Вот они стали пытать тамошнего епископа. Не знаю, получили они от него все эти клады или не получили. Ну, короче, по истории у Разина был конфликт с местным вот этим, как его губернатор, не губернатор, как его звали. Ну, воевода, наверное. Представитель царя. Да, да, да. У него конфликт произошел, и на почве этого конфликта началось вот это вот его движение. Да, потом к нему кто-то примкнул, кто-то не примкнул. Вот, то же самое с Пугачевым было, но там посерьезнее было. Там уже закабалили, да, дальше не могу. Дальше не могу. То есть, народ много позже, даже во времена, когда Пушкин писал свою историю Пугачевского бунта, народ был весь за рай. Они еще называли его государем. Все, они были все за, значит, за Пугачевым. Он был государь Петр Федорович. Он себя так называл. Короче говоря, на Руси успешные перевороты начинаются с севера, а не с юга. Южные как-то, вот даже последние, вот этот Пригожинский проваливаются все. наемники действуют за пределами государственной территории. Вот помнится, все мое детство прошло под сообщение по радио. Вот про наемников некого Боба Динара. Французский такой наемник. У него были наемники, он был их руководитель. Вот они меняли власть в разных африканских странах, на каком-нибудь острове африканском. Выстрелились наемники Боба Динара, сменили власть. Он дожил, кстати, до постсоветских времен, Боб Динар, сдавал интервью московскому телевидению, кстати говоря. Вот, ну вот, так вот и Пригожин. Пока он действовал в Африке, вот он был почти как Боб Динар, наш российский Боб Динар, наш советский, Робертино Лоретти, да? Это было такое кино, там кто-то мальчик пел. Вот, говорит, наш советский Робертино Лоретти. Не помните такого Робертино Лоретти, нет? Итальянский мальчик пел очень сладко. О соли, соли мио. А, эту песню я знаю. Ну, эту песню многие кто-то знает. Но в Советском Союзе по странному обстоятельству итальянцев не очень продвигали, хотя там были известные, которые на Советский Союз в общем-то работали, да. Я не знаю, что они продвигали. Музыка итальянская была очень популярна. Робертино Лоретти был популярен. И кино итальянское нам очень нравилось. Оно у нас было. Тем более у них было такое социальное кино, да. Ну, понятное дело, социальное кино, критик капитализма. Что? Что? Ну, насколько я знаю, был такой Бартини, а также... Ну, это свой Бартини, да. Он бежал оттуда сюда, такой загадочной фигуры, почти как Алексей Толстой говорил, что он сын какого-то там, внебрачный сын какого-то то ли князя, то ли как у них маркиза. Но на самом деле никаким он не был внебрачным сыном, как Алексей Толстой не был внебрачным сыном никакого Толстого. Вот. Тем более, что никакого Николая Толстого подходящего, чтобы его родить, не существовало в природе. Непонятно, чей он-то. Какого он Николая Толстого сына? Он же Алексей Николаевич Толстой. Ну, понятное дело. Настоящий... Я хотел спросить по поводу... Николая? Да. По поводу Толстого. Алексея. Он как-то писал про то, что в Петербурге была банда, которая во времена этой советской России... На пружинах, да? Да, да, да. Это выдумка или действительно были такие попрыгунчики? Ну, я прям что не знаю. Одна из экранизаций этого романа была, «Хаждый день по мукам» роман. Там действительно были какие-то такие попрыгунчики. Ну, я очень сильно сомневаюсь, что такая вот технология такого передвижения, она была окончательно утеряна. По крайней мере, значительный спортивный интерес она представляет. Правда? Такие прыжки такие. Нет, схема была простая. Они сидели перед углом на сжатых пружинах, держались за что-то. Когда подходила жертва, они отпускали, за что держались, выпрыгивали из угла очень высоко. И плюс еще в таких плащах, причем белых. Из-за чего остолбенение вызывали у жертв ужас. И в этот момент было удобно как бы грабить жертву. Ну, может быть, может быть, может быть. Не знаю, не могу ничего сказать. Надо посмотреть, цитраборожуватый, как в ваших краях говорят. Да, просто источников об этом достаточно. Источники есть, не только полководцов. Ну, значит, было. Что же вы хотели меня спросить? Я займусь, посчитаю тогда, какая должна быть энергия сжатия пружины, какой там К должен быть. Я вам схему описал преступление, а вы изучите, реалистично ли это или нет. Раз это реалистично, то придется доказывать, что это возможно. построение коммунизма неизбежно. Да, и в том числе революционные методы борьбы с буржуазией. Да, это единственные возможные методы борьбы. Буржуазия, она такая, как говорил Ленин, буржуазия, он говорил. Революционный метод борьбы. Революционный метод, революционное сознание, революционная необходимость, революционная необходимость. В соответствии с революционной необходимостью мы принуждены вас расстрелять. Почти за столетие до использования боевых дронов. А почему есть дроны-то тут? А, эти попрыгунчики, что ли? Да, да, да. Ну да, это может быть и так. Может быть и так. Прыгай, скачи. Так. Поговорили мы про определение. Поговорили про определение попрыгунчиков. Алексей Николаевич Толстого. Короче, все зависит от определения. Да, был еще Алексей Константинович Толстой. Он писал рассказы про Бурдалаков. Очень страшные и замечательные. Советую почитать. Я слышал про него, но я не читал его. Ну, хорошо очень писал. Князь Серебряный у него есть такое произведение. А потом вот эти все пьесы смерть Ивана Грозного. Как он называется-то? Царь Иван... Сейчас. Иван Калита? Федор Иоаннович. Федор Иоаннович. Это все его были работы. Федор Иоаннович это спектакль, с которого, собственно, МХАТ очень сильно взлетел. Он был у него такой кассовый спектакль. Для МХТ он там назывался. Вот он был кассовый. Первый кассовый спектакль группы Станиславского. Они на этом деле вот взлетели. Ну, пошла слава МХТ мировая. Я читал только этот. Детство, отрочество, юность. Ну, это Лев Николаевич. Это Лев Николаевич. Это другой Толстой. А, я почему-то помнил, будто этот Алексей... Нет, Алексей Николаевич у него хождение по мукам, аэли... Аэлита, Аэлита. Гипербалой. У него есть такой замечательный Гадюк еще произведение. Нет, он писал это хорошо. Гадюк читал. Да, хороший писатель. Хороший писатель. Ну, то, что он себя выдавал еще за графа Толстого, но это его дело. Господи, вот. Здесь люди за Наполеона себя выдают. Ничего там. А вот за графа Толстого. Ну, будет граф Толстой. Кому какая разница? Это хорошо. Я даже за то, чтобы сейчас современности люди себя выдавали за Пушкиных и графов. Да, потомок Пушкина, да. Да, да, да. Ладно, потомок. Клон, ну, вот ДНК, из ДНК восстановленный Пушкин. Да, клон, да. Пора, уже пора. Да, пора, 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 да. Из пряди волос достали ДНК и вот, значит. Почему нет? Почему нет? Легко вообще. На эту тему была такая даже опера в Большом театре Дети Розентали. Розенталь так и пал, значит, потомков разных земниц и всего. Сторонники Сталина, почему Сталина не клонируют? Я не понимаю. Или он Ленин лежит без дела? Да, без дела. Лежит, ничего не бить. Хватит охлаждаться. Отключить ему кондиционер. Хотя, может, я зря даю эти идеи. Мы тут шутим, а они сейчас возьмут и займутся. Ну, что, родится маленький Володя, кому он помешает? Ну, конечно. Это будет мессия, фактически. Володя, это продукт Ленин был. Это продукт тогдашнего эпохи. Я говорю, моя бабушка, если бы сейчас Пушкин был бы, а тогда Пушкин противопоставлялся царю, не подчеркиваю, что он на самом деле в рот ему смотрел, но она говорила, что он бы сейчас тоже был бы против. Нет, Пушкин бы начинал свои стихи с фразы стих написан иностранным агентом. Да, Пушкин, да. Он любил посещать голландское посольство. Да, иностранный агент, да. Однозначно, однозначно. И Ленин тем более, кстати. Ну, Ленин вообще есть такой анекдот. Знаете, как, значит, вы воскресили Ленина, понял, вот как раз послушали вас. Он, значит, с ним объездили всю страну, там все ему показали. Ну, и потом он уединился в своем кабинете в Кремле и пропал. Нет его. Все. Нет, ищут, не могут найти ничего. Ну, как, воскресили Дзержинского, пусть ищут его, да, ну, Дзержинский тоже поискал его в кабинете, где-то там нашел какую-то записочку, подержал ее над керосиновой лампой, там поступили слова «Нужно начинать все сначала, уезжаю в Швейцарию». Такие вот были. Вот, какие-нибудь дела. Ну, это такой антисоветский анекдот «Советская эпоха». Уезжать в Швейцарию никогда не поздно. Такие дела. Вот. если захотите что-то начать, то лучше в Швейцарию. Да, лучше в Швейцарии, да. Ну, так меня туда не примут, кому я нужен. Сейчас, кстати говоря, Запад решил нас тут не принимать туда. Все эти диссиденты говорят, зачем же, мы же к вам все сбежим. Да, вы все сбежите, но вместе с вами какое количество агентов приедет. Сколько уже приехало этих ваших агентов. Это понятно. честно говоря, честно говоря, этих вот агентов я бы принимал бы в этих странах, потому что они фактически являются инвесторами в экономику, а толку все равно никакого они не делают, кроме как словоблудие в Лубянке производят бессмысленное. это плохо подготовленные агенты. Нет, наоборот, я считаю, это рациональный агент. вот есть такая вот манера засылки агентуры, которой пользовался Абдор. Они засылали огромное количество некачественной агентуры, большую часть сразу вылавливала. Ну, здесь контрразвед СМЕРШ, а некоторые оставались, но ставка делалась на огромное количество. И если бы не был засланный ВАБВЕР, там ВАБВЕРы работали советские агенты, и они всю эту агентуру естественно сдавали. И если бы не это проникновение нашей контрразведки, как это называется, правильно по книжке это называется так, разведка в интересах контрразведки. Вот если бы не было этой успешной деятельности разведки в интересах контрразведки, то, конечно, Абвер дело бы тут понатворил. Но он не натворил дело. Там все было проникнуто. Они ведь даже подготовили замечательный проект поднять восстание, забросили в, так сказать, в Оркуту на самолетах, забросили целое подразделение вот таких вот бывших, значит, ну, агент ФАБеру, бывших советских, ими руководили, значит, такие проверенные люди, бывшие белогвардейцы. Но эти бывшие советские тут же как приземлились, перебили бывших белогвардейцев и пошли сдались. Им даже срока не было. Вот так вот. Ну, понятно, что им уже тут объяснили, как им себя вести, там, в Абвере сказали, вот эти пришиби, все равно у вас ничего не получится, потому что я вас уже сдал. Но они полетели на то, чтобы их туда приняли. Да. Вот так вот. А то бы они там захватили вооружение. Я не помню, я не помню фамилию советского агента в Англии. К сожалению, сейчас надо потом поискать к следующему разу. Самый знаменитый Ким Филби. Может быть, и не Филби. Но их было несколько. И что он натворил там, где он работал? Он работал в Ми-6, он занимался тем, что разводил бюрократию. Ага. То есть у него был небольшой отдел, и он заставлял агентов, у которых большой энтузиазм, нагружал их бюрократической работой, писать отчеты, отчеты на отчеты и так далее. В итоге он их энтузиазм уничтожал фактически. А самое смешное, что его Ми-6 за это еще награждал и продвигал. У нас был аналогичный Николай... То есть он фактически выполнял стандартную... У нас было... Отчасти, отчасти, да. Отчасти, мы друг другу уступаем. Договорите. Нет, отчасти, да. Ежов тоже разводил бюрократию. Николай Иванович, когда его осуждали, как вы, значит, подрывали работу органов. А я, говорит, вот там бюрократию разводил. И держал их в состоянии постоянной реорганизации. Вот они все... бюрократию все разводили, об этом еще Майковский писал. Да, да, да. Но вот эта вот бюрократия в органах, она себя очень хорошо показала. Когда война-то началась, здесь активно, очень удачно действовала агентура обзора. Хотя тут ловили десятками тысяч каких-то агентов, расстреливали, сажали, агент 13-ти разведок какой-нибудь там. Ну, тем не менее, когда Ленинград первой бомбежкой прилетел, весь город покрылся зелеными ракетами, которые давали целеуказания бомбардировщика. «Зеленые цепочки» называется такой советский фильм, детский, кстати говоря. Последний фильм упал Луспекаева. Актер Луспекаев такой был, известный в советское время. Вот, вот такая, вот такие вот дела были. То есть, агентура тут была пропруги. Кстати, насчет... В 41-м году они все кабели перебили, перерезали, перебили делегатов связи. Кстати, насчет бомбежек и кабелей. Я тут читал, появилось новое средство войны, это проводные дроны. Потому что дроны перехватывают методами радиоэлектронной борьбы, и сейчас делают такие дроны на тонком-тонком проводе, леске, который там чуть ли не на километр раскручивается на катушке, и дрон разведывает местность. Но таким образом его не перехватывают. Это хорошо забитое старое. Если вы помните, такой был Птур-малютка, а перед ним... Так он и сейчас есть? Да, ну малютка тоже сколько лет ему на складе лежит. Вот, и вот, значит, он управлялся по микрокабелю. Он летит, а снизу, значит, сматывается из катушки микрокабель. Да, и он по нему управлялся. Ну, это, кстати, идея была по заимствованию немцев. У немцев такие были первые управляемые. Их наши называли торпедами противотанковыми. Ну, в общем-то говоря, применялось успешно. Там много взрывчатки, как танк доулбанет, как башню отрывает. Все как положено. Да, что вот эти средства вооружения, они как-то развиваются циклично. Это само по себе интересно выглядит. Ну, я не сказал бы так, что используют старые, хорошо забытые решения. Это вот замечательный способ такой есть. Берешь старую техническую энциклопедию, внимательно и просто читаешь для развлечения. А потом идешь и пишешь заявки на изобретение. То есть, в новых каких-то вещах, а тут можно много чего взять. Нет, я убежден в том, что любое изобретение в мире можно отнести военным. Вообще любое. Так или иначе его где-то пытаться пристроить. Ну, я не знаю. Таким энтузиазмом я не это самое. Пристроить не так просто. Отнести, пристроить. Надо еще догадаться, где его пристроить. В этом-то есть суть. Да, да, конечно. В этом идея любое изобретение найти для него применение. Начиная от телевизоров, заканчивая какую-нибудь переносимость накопителями памяти. Чем угодно. Да. Согласен с вами. Ну что, настала пора договориться о следующей встрече? Ну, да, будем завершать эту тему. Тема такая большая на самом деле. Мы только пару примеров разобрали неоднозначных определений. Можно еще добавить? Мы не расстаемся, можем добавить. Ну, слушатели может у старой. Я просто к тому, что даже казалось бы не знаю, если слушать мы можем разрезать на две части. Можем. Ну, может, у меня гарнитура уже скоро сядет. Она у меня такая. Так что это вы не хотите, а не я. Коротковолновая. Коротковолновая? Ой, коротковолновая, стреляющая, ну, быстроразряжающая. Я понял вас, да, понял вас. Понял вас. Работает коротковолновая, потому что работает короткое время волна. Мало волнуется. Да, 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 или так. Мало волнуется. Хорошо, ну что, будем прощаться с публикой сначала, а потом договариваться. Да, счастливово всем. У вас очень любят и требуют, чтобы вы чаще к нам приходили, кстати. По-разному, по-разному. Иногда очень ругаются. Ну, то, что кто-то критикует вас, ну, пожалуйста, я буду их убирать, критику все. Я думаю, вы хотите, я думаю, вы либерал, хотите послушать. Это я тут такой империалист. На колидоры все. В силу революционной сознательности. Я люблю критику, просто мы говорили про оценку, как ценят. Любят, не любят. Не, любят, 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 любят. Потому что, даже если не любят, то главное, чтобы смотрели. Ну, я вот не люблю, например, устрицы, большинство других людей устриц не любят. Но проблема продать устрицы в Москве нет. А вот раньше, когда я был маленький, какой сыр всегда был в магазине. Рокфор. Вот этот плесневый сыр, его никто не брал. А сейчас бы, он разлетелся бы только так, Рокфор. Сейчас поняли, что его можно есть. Сейчас просто можно делать блюда из него. Ну, вот видите, оказывается, блюдо еще из него можно делать. Я не знал. Конечно, конечно. Пиццу какую-нибудь там. Есть такая пицца, четыре сорта сыра. В наше время пиццы. Наши люди пиццу не едят. У вас там другое дело было. Блины, блины у вас были. Блини, блини, да. Блины с сыром, наверное, тоже были, хотя я никогда не ел. В Варшаве есть единственное место, где продают чебуреки с беляшами. Что же за место такое? Какая-нибудь грузинская кухня или что? Да, вот по идее это должна быть какая-нибудь российская кухня, но она кавказская там. Ну, кавказская. Хотя продают чебуреки, беляши, вот такое. Ну, это кавказская кухня, да? Да, кавказская кухня. Ну, вот, да, это и чебуреки, беляши. Но очередь, но очередь туда почему-то одних славян. А, ну, мы любим кавказскую кухню, да? Мы еще любим китайскую кухню, это называется пельмени, это китайское блюдо. Китайская кухня считается одной из самых разнообразных на планете, потому что Китай, это на самом деле не китайцы, это множество других народов, которые говорят на разных диалектах, которые друг друга иногда не понимают. То есть, диалекты китайского отличаются друг от друга больше, чем, например, русский от польского. Русский от немецкого, русский от польского, что вот, мне приводил один, один, так сказать, Синов, пример, что говорит, в русском и немецком больше общего, чем в каких-то китайских диалектах. Русский и польский, это понятно, прошу пана, доко было, и это мы все поймем и без перевода, да? Так что, говорить китайская кухня, это все равно, что говорить европейская кухня. Ну да, ну да, ну да. Сумасшедший вид кухонь, там Южный Китай, вообще там другая кухня, там Северный Горный, вообще другая. Они только не едят, все эти, всю эту пропастину, всех этих летучих мышей каких-то там. А вот, а вот это, кстати, едят довольно мало, это в основном для туристов. Серьезно? Да, очень мало едят этих кузнечиков, очень-очень. Это чисто экзотические продукты, даже для тех мест, где их едят. Просто туристам нравится экзотика. Да, но и туристы, извращенцы, они туристы. Есть ли такие? Так люди, есть же такая закономерность, что когда человеку дать ресурсы, он начинает покупаться в роскоши. Когда продолжаешь ему давать ресурсы, он начинает изысканными вещами потреблять. Когда еще больше даешь ресурсы, он уже начинает какие-то извращения пробовать. То есть, таким образом происходит деградация потребителя. Ужас. Не дай бог, как говорится, да? Не дай бог, не дай бог. Представляете, надонатят вам много. Чтобы были богаты мы, конечно, дай бог, но... Надонатят вам слишком много, будете заниматься извращениями. Да, извращенцы. Ну, хорошо, товарищи, вы продолжайте нас смотреть, граждане, это я к публике обращаюсь. Граждане публика, не забудьте вот, что мне до извращенчества далеко еще, так что донатьте деньги мне, внизу есть реквизиты. Пишите вопросы для... Алексея Петровича, да? Он на них отвечает. Чего вы так сорокились? Отвечаете на вопросы? Любите вопросы, нет? Да, да. А то плохие вопросы я отсекрую, не беспокойтесь. С вопросами самая большая сложность. Из-за того, что их не задают, их сложно самому придумывать. А-а-а, ну ничего, вот раньше в газетах эти вот журналисты, которые работали, они сами придумывали письма. Кто-нибудь спросил о чем-нибудь, мы им отвечаем. Все. Вот. Армянское радио еще было. Да, а там как? А там как? Ну да, армянское радио... Вопросы армянскому радио, да. Ага, ну понятно. Ну хорошо, публика родная, до свидания тогда, публика родная. Помашем им, помашем, помашем, помашем. Счастливо. Помахали. Так, теперь давайте обратимся к моему расписанию. Как нам его состыковать? Сегодня у нас 13 число, среда. Что скажете? Так, я сейчас переехал тут, сейчас живу ближе к центру города. Буквально у меня через дорогу, да, у меня буквально через дорогу музей истории польского народного движения. Надо будет сходить туда с камерой. Польское народное движение это тип солидарности? Или глупо? А вот я схожу, узнаю. Хорошо. Ну да, польское народное движение еще было в времена империи, наверное, российской. Сто процентов, сто процентов. Я думаю, что это музей всего польского народного движения. Да, даже без солидарности именно народного движения. Да, это скорее крестьянского, посвященного польскому селу и народным движениям на деревне. Так написано, да, ну тогда понятно. Оказывается... Расскажут вам про восстание под Минском, польское. Да, это было Микольчук, Тадеуш, Цельга, Сиецкий, живопись сельская. Ну, короче, да, понятно. Польская шляхта, в общем. Ну да, налетая торопись. Так, на когда же мы запишемся тогда? Так, давайте. Может, через недельку, двадцатого? Нет, через недельку рано. У меня сейчас тут загруженные графики. Ну, я понял. Давайте, давайте, Распали, значит, поздно легли. Давайте через две недельки, двадцать седьмого. Двадцать седьмого. Я вас поставил на двадцать седьмое. В это же время нормально в час тридцать. Час тридцать. Понятно. Тринадцать. Хорошо. Поставил. 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 Надо поставить. Поставил. Поставлю просительный знак, что надо мне заполнить. Форму бюрократическую. Хорошо. Спасибо вам большое. Всего доброго. Всех благодолю. Спасибо и вам. Счастливо. До встречи. До свидания.